Как стало известно информационному агентству Prime Crime, ровно по прошествии года с момента, когда Вати отозвал свои претензии к скандально известному крестнику Таро и Мираба Сулхану Мжавии, изрядно прибавив последнему веса, греческие воры в законе на это громко отреагировали. На днях в Греции, следующий после Лаши Шушанашвили в иерархии греческих законников, Заза Амброладзе собрал по этому поводу сходку, на которой титулованные афиняне и салоникийцы пришли к единому мнению относительно того, что Сулхан есть блять. Ватиа не вор, поскольку дал расход Сулхану, прекрасно зная, кто такой Сулхан, а Тариел такой же, как Сулхан. Далее события развивались стремительно. 9 октября в Польше на Сулхане совершено покушение. По словам источника, в Сулхана стреляли, когда он, как некогда Хасан в Ирубине, отошел из-за столика по малой нужде. В этот момент к нему подбежал человек и открыл огонь. Стрелок, которому в случае успеха, возможно, была обещана воровская корона, не промазал. Одна пуля попала в бедро, другая прошла в цуне от сердца. Однако Сулхан каким-то чудом остался жив, видимо, потому что у высших сил на него еще планы. Известная история Сулхана началась в 2004 году, когда он в СИЗО Кутаиси прикрыл собой байка, которому тогда там стало очень туго, после того, как Лаша в отместку за дата Сибисхверадзе приказал поломать ему позвоночник. Тогда же, на чем ранее настаивал Ватия, его извиададзе Сулхан якобы планировал отравить цианидом. Все это были отголоски внутрикутаисской междоусобной вражды. Самый громкий подвиг Сулхана, за который ему и пожаловано воровское звание, состоялся в 2013 году в Мурмашах, когда он еще с двумя, по приказу Мираба, в лучших колымских традициях, Гию Акоева, по их представлениям Гада, повинного в смерти Курки, дальнего родственника Хасана потыкали пиками. За это хасановские их объявили бледами и мнение своего до сих пор не поменяли. Спустя 9 лет, в 2022 году, Ватия с Миндией предъявили за Сулхана Терриелу, назвали не вором и год не давали ему расхода. Потом, когда Ватию на это как-то укатали, он, в отличие от Миндии, взял сторону Терриела и дал расход уже Сулхану. Этим Ватия немного спутал карты шакра молодого заведующему кукольным театром, за что, наверное, Ватию потом свои же и побили. Что касается Аниани, главным итогом сходки греки признали, что он такой же вредитель воровскому, каким про него в 2009 году рассказывал Алексей Пиманов в передаче «Человек и закон». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку. Субтитры подогнал «Симон»